здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 17 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мать со мной студии дарку баджанин у нас прямой эфир тут я смотрю это уж про саранчу пишет сегодня прям взорвались все саранчу ну поговорим еще про нее так вот сергей нам написал написал по-английски поэтому я перевел автоматическим переводчик получились вентиляторы как у леди гага все достаточно хорошо тут за исключением падежи а так все понятно привет друзья меня зовут сергей и я долго слушаю вас в бостоне я действительно надеюсь что ваша мудрость и упорство будут преобладать потому что чем больше это бедствие продолжается тем более обескураживает она меня вот так как-то у меня есть местный друг из москвы он стал крупнейшим ватником это удивительно как информационная война меняет мир в вопрос этот мой друг говорит что в москве жизнь не изменилась худшему и или даже стала еще лучше это правда правда продолжать свою удивительную работу и дабы благословит вас бог сергей спасибо насчет москвы я не знаю в москве я был только вот зимой как-то привет передавал на фоне кремля до новые годы и все я видел что из того что я видел очень сильно изменился особенно за разговор с мужчиной в аптеке с тем который там провизором работал который сказал что есть возможность надо бежать сразу а если нет возможности нужно бежать как она только появится то есть ее готовить вот для меня тогда все ясно стал в саратове конечно все гораздо хуже стало но я так понимаю и в хакасии тоже в забайкалье поэтому без шутка если то конечно полная тасс вот алексея мне написал эдик в россии русские татары мордва башкиры армяне греки так что русский националист это просто легче выговорить россии многонациональный народ вот тут нам прислали мы вчера про бузину говорили да ну это самое про убийство этого журналиста хочу поведать вам что олесь бузина был найден мертвым еще месяц назад в чем можно самолично убедиться прося статью от 10 марта 15 год по приведенной ниже ссылки при этом обстоятельстве смерти другие не те которые на который путин указывал от 10 марта страну ты мне дал ссылку я заходил по ней действительно статья и тогда я опубликована но тогда она могла быть фейковая понимаешь вот статья мало ли кто про кого пишет что кто помер а может быть такое что там просто число или это не получается не знаю я я не когда там написано 10 но мы как-то верим а может быть это просто написано к нему если в живом журнале ты знаешь один да нет там понятал то что я писал в живом журнале и более ранним числом размещал у себя рассчитывается нашли образом он получит авторство может быть такой возможно я не знаю когда же тут какая-то эта штука и тут вот в догонку тоже сергей с геленджика пишет как вы думаете убийство олеся бузины и регионала калашникова не является ли домашней заготовкой для сегодняшнего действия в прямом эфире но это вчера просто дошла они мы говорили но вчера я так понимаю у нас прямой эфир прервался наш прямой эфир мы об этом как раз те люди которые слушали нас в прямом эфире они в общем-то это слышали о которой в записи они уже не помогали потому что там кусок вывалился почему-то из каких технических неполадок но это ютубовские это не наши неполадки поэтому сегодня я думаю еще поговорим о том о чем мы тогда не сказали а вообще да очень подозрительное ну и вот как бы вдогонку вопрос от или и как вы относитесь к теориям заговора как раз как раз сейчас мы их и обсуждаем да конечно дело в том что где больше одного человека там везде заговор поэтому к этим теориям надо относиться абсолютно серьезно но не в плане того что все логично присутствует в заговоре вот чем характерен заговор людей даже очень умных даже очень профессиональных тем что там все иррационально и когда вы с позиции логики иррациональности выстраиваете заговор у вас получается красивейшая картина тогда за этим должны стоять не люди люди не могут такой заговор создать вот как которые разрисовывают это должны быть я не знаю ну на кирик тело и ты там кто-то там ангелы какие-то демоны кто угодно это не люди должны быть потому что люди не могут они иррациональны они нелогичны и сам заговор будет такой там же внутри заговора будут те которые еще и будут заговаривать порохать в тех которые с ними заодно ну так обычно бывает чтобы прорваться как в партиях до партия и ведет подпольную борьбу так идет еще внутри партийная борьба поэтому так мир устроен от ним и его придумали так все да на сегодня все там кое-чем и на завтра перенесли просто не все еще успели обработать вот вопрос мне задали долго падать еще имеется ввиду я вот все не смотрел как раз утины истории я всегда ты представляешь то есть я когда этот мультик появился уже был 30-летним наверно человек 0 близко к тому я со всеми своими детьми смотрим утины истории естественности не смотрел это в детстве а только во взрослом то у тебя совсем другое представление вот сегодня я очень посмеялся как раз по вопросу падать там на дирижабле летят и там великая актриса какая-то и она вот спрашивать что происходит ей наш лакей говорит мы падаем мадам вот я записал даже но ведь я еще так молода угодит от ничего мадам мы будем долго падать падаем конечно падаем и будем еще очень долго падать это как как здесь мы представьте себе если там ресурсов у путинских ну как какие бы они не были эти ресурсы там говорят там половине ликвидов тогда все равно еще на пару лет или там на полтора года ну больше чем надо есть и так далее но это же не значит что мы долетим до дна когда у них ресурсы кончатся ничего подобного еще масса чего здесь хорошего есть что можно раздать и распродать путинцам и так далее то есть пока падаем можем от голода умереть но уже просто вот что значит быть русским патриотом меня спрашивают я прям записал чтобы не цитату русский патриот этот тот кто любит россию сильнее чем ненавидит америку вот так получается я вначале думал что русский патриот этот кто любит россию то есть тот русский патриотизм от когда ты любишь россию не тогда когда ты ненавидишь америку обман палыч 대통령 получается наверное нет насколько to россия любит больше чем ненавидит америку вот так то есть сейчас применительно к этому моменту да вот ну не надо как бы дергаться на америку с точки зрения россии не патриотично в том плане что это плохо ну нам плохо россии русским стране плохо путину может быть хорошо поэтому вот такое странное определение патриотизма да да не почему странно да очень хороший вот человек написал у вас дар то ли предвидеть то ли формировать события которых вы говорите вы говорите на отвлеченную тему которая не имеет отношения к сегодняшним новостям и сразу после этого происходит такое же событие показалось что вы без всякой а причины наверное выскочила рассказали про убийство швейцарского коллаборациониста вильгельма гуслофа но он не коллаборациониста нацист ну ладно и сразу же после этого были убиты калашников и бузина как вы думаете их именами назовут пароходы ну да мы говорили про пароход вильгельм гусло что да там применительно к пароходу ну не знаю я думаю что нам вряд ли украин точно не назовут а в россии ну по аналогии если там швейцарский нацист да и гитлер назвал пароход то путин навряд ли назовет пароход именем там бузины тем более что путину недолго осталось после того как он улетит уж точно никто не назовет так вот вячеслав о чем не сказал путин да много о чем не сказал вот вчера говорили тоже не сказали мы сказали о том о чем сказал путин и не сказали о чем не сказал а не говорил он о синцове а савченко о болотниках он не говорил о сидельцах всех политических не говорил о репрессиях политических он не говорил о боинге не говорил как ни странно да Потом вот о чеченских террористах он не говорил, хотя он каждый раз говорит про то, что ге-гей, там вон о военторге, о прощенных долгах он не говорил. И вопросов не было ему, а хотелось бы такой вопрос задать. И вопроса не было самого естественного, кто же приедет на 9 мая, они уже подсчитали. Спросили, кто друзья, а он начал что-то уклоняться и так далее. И он не сказал про таких замечательных друзей извечных, как Куба и Венесуэла. Понимаешь? То есть про них он не говорил. Думаешь, приедут они? Я не знаю. Приехать-то они вполне могут приехать. А это им не мешает помириться с Америкой. Не, им-то точно не мешает. Но вопрос не в этом. Вопрос, мы же не знаем, о чем Рауль с Бараком говорили, да? Ну, да. Ну, навряд ли. Вот Барак поставил такую ультиматум. Нет. Ультиматум нет, но ты же понимаешь, можно и не в форме ультиматума. Ну, не знаю. Представишь, Кубе 30-ку с лишним миллиардов долларов простили. Ну, можно уж прокатиться. Уже ж простили. Уже простили. Может, еще что дадут. Что еще простили. Конечно, может, еще что простили. Но с этой точки зрения, да. С другой стороны, если Обама заточился лично, то вполне может, как личную просьбу сказать. Меня попросили пройтись по вчерашним новостям, причем те просили, кто их видел. Потому что вот получилось так, что жена видела, а муж не видел. Вот она просит, чтобы я рассказал про конкретные вещи. Вот я их зафиксировал прям. То есть, вот было сообщение о том, что международная прозрачность Грузии, это неправительственная организация, заявляет, что в регионах Грузии активизировались пророссийские силы. И вот она почему это пометила, говорит, потому что вы про это говорили еще там и в прошлом году, и осенью, и летом говорили, что активизируются. Вот они активизировались, да, активизировались. Вот про судьбу этой коллекции Рериха из Горловки тоже просили упомянуть. Да, вот говорят, что куда-то она делась, а мы предупреждали об этом. Мы не об этом предупреждали, мы говорили, что те музеи, которые находятся в Донецке, которые в Луганске, в зонах боевых действий, они представляют, то есть, вот их экспонаты, они находятся в опасности. Их надо куда-то девать там. В Украину, в Россию, куда угодно, независимо от того, кто там будет кричать, что там украли. Потому что понятно, что произведения искусства, ну, на самом деле, даже не важно, кому они принадлежат. Главное, чтобы их могли посмотреть все, чтобы их не уперли, не уничтожили. Потому что, когда их крадут, их в основном всегда уничтожают. Ну, так мир устроен, чтобы их не уничтожить. Вот про Рериха мы не знали, почему? Потому что, я говорю, я не являюсь фанатом Рериха, но вот, оказывается, в Горловке находилась коллекция. В августе она находилась, мы только в августе тогда об этом узнали. И там вот этот Бьес находился, а Горловка была в кольце. Где сейчас вот картина Рериха, мы не знаем. И Яценюк тоже вот мне попросили тоже вот это процитировать. Принц вот этот вот, который он пишет. Вячеслав Яценюк, слово в слово, повторил твои слова про страну победителя фашизма и создателя ООН Украины, про приватизацию Путина Дня Победы. Мы вчера говорили об этом. Ну, я вчера и сегодня повторю, что не думаю, что Яценюк это повторял. Что просто победила определенная политическая воля. Очень хорошо, что победила. Вот меня спрашивают, что бы еще вы порекомендовали. Ну, я порекомендовал. Вот я погуглил. Я умею. Я умею. У меня всегда говорят, вот ты там в интернете не умеешь. Гуглить умею. Вот погуглил и не нашел того, что, в общем-то, обсуждалось. Обсуждалось, что в Киеве какую-то улицу назовут именем Береста Алексея. Ну, того человека, который незаслуженно не получил. Бывает, незаслуженно получаю. Да, это незаслуженно получил звание Героя Советского Союза, который был вместе с Контарией Егоровым на Рейхстаге. Устанавливал там Знамя Победы. Ну, в общем-то, понятно, что абсолютно заслуженный человек. И, конечно, это имя, очень серьезное имя. Который, в общем-то, этот бренд, я как может пошлое название, ну, что тут скажешь. Мужик Знамя Победы устанавливал. О чем речь вообще? Конечно, и улицу надо назвать, причем быстрее к 9 мая, если еще не назвали, то нужно назвать и как-то увековечить и в других вещах там. Визуально, чтобы это было. Это очень важно. Очень важно. Представьте себе ситуацию, какая. Устанавливали Егоров к Антарией Берест. Что сделал Путин? Путин отковал Грузию и Украину. Как вот трио бондуристов получается. Егоров к Антарию и Берест, да, вот русский, грузин и украинец. Куда ближе-то? Ну, вот он по этому пути и пошел. Хлобыстнул Грузию в начале, в том Украину. Так. Ну, дальше вот сегодняшние новости. Оппозиционный блок получил письмо с угрозами от УПА. Вы знаете, я честно скажу, я сомневаюсь, что это угрозы от УПА. Это кто угодно мог эти угрозы написать. Ну, мало ли людей. Не, ну, тут серьезно, как бы на себя ответственность берут они. Ну, ответственность, ты знаешь, сколько раз брали на себя всякие люди за преступления, которые они не совершали. А я сейчас не про преступления говорю, а про, так сказать, про это же написано в качестве информационного такого. Димарша, да? Ну, да. Ну, то есть, это информационный взрыв к этому всему. Ну, понятно. Ну, как бы, если они... Про преступления сейчас пока речи не идет. Да, речь идет о том, что под эти убийства подведена некая идеология. Да? Либо иллюстрация, как они говорят, либо ликвидация. Вот как бы, вот это интересный момент. Уже не важно, там, убивали они заранее договаривались, или просто вот сказали, что это мы их убили, да. Другие-то же будут думать, что за ними скоро придут. Да, не знаю. Ну, в любом случае, это, как бы, акт такой информационный. Он... Это такой информационный терроризм, так его назовем. Ну, да, это та же штука, что и с Немцовым. Не обязательно отдавать прямые приказы. Можно сказать, что это, как сказать, это хорошо для отечества. Ну, это могли... И путинцы сделать. Могли получаться. А купа написать. Я вот... А какая разница? Процентов на 70. Уверен, что это путинские тролли написали. Ну, пусть даже путинские тролли написали. Но уж кто-то же может пойти и вот этому... Запросы, конечно, конечно. Есть достаточное количество людей вообще без мозгов. Везде, по всей планете Земля, которые могут все что угодно сделать, прочитав всякую фигню. Ну, что ж, от этого буквы, что ли, отменять? Нет, ну, получается, ну, все равно надо как-то реагировать, да? Нет, ну, а как ты отреагируешь? Ну, нужно найти того, кто написал. Это самый простой вариант реагирования, чтобы вытащить его, как зайца из мешка, показать, вот он, козел, посмотреть, вот он. Может, иллюстрацию просто ускорить? Иллюстрацию ускорить, об этом мы говорили, но не из-за письмашки их ускорить. В том числе. В том числе, да? Нет, 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 это же как для Порошенко, это может, ну, стать, как, или, там, ну, таким, отмазкой. Побудительным мотивом, да. Вы что, хотите, чтобы у нас журналистов расстреливали, да? Так же, давайте сейчас быстро в тюрьму, чтобы там мы за вами приглядим. Ну, может быть, ответим. Таким образом, что, ну, у нас бы так и сделали, сказали, это же мы же для вас, для вашего же блага вас в тюрьму посадили, да? Вот тут вот советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко рассказал подробности убийства журналиста Олеси Бузины. Теперь мы не знаем, когда же все-таки его убили, да? Да, ну, не знаю, может быть, та статья как-то вот фейк какой-то, мне так кажется, потому что там пять свидетелей, как-то, в общем-то, все похоже на обычное такое заказное убийство. Ничего там из ряда, вон, выходящего нет, мужики пришли с ТТ в масках, стрельнули человека, до этого другого человека убили, ну, вот он говорит, что, вероятно, те же самые. Ну, видишь, оружие другое, почерк, говорит, тот же самый, ну, навряд ли вот те, кто убивал Калашникова этого, они убивали Бузина. То есть, вероятнее, все те, кто его убил, они уже свалили и спрятались, и все, зачем им так рисковать, да? То есть, пойти убить, вдруг кто-то увидел, приметы есть и так далее, зачем это нужно? Тем более, ты знаешь, вот, разное оружие, оно говорит о том, что все-таки у людей, которые стреляли, разные предпочтения, знаешь, это очень важно, не всякое оружие человек может взять, вот сейчас он одно взял, завтра другое, послезавтра третье. Ну, хорошо, если нет, допустим, даже общей какой-то некой организации, которая... Нет, между этими связь есть, между этими делами, безусловно. Да, я имею в виду, как сказать, это же не бытовуха, все-таки мы понимаем, да? Все-таки это политический процесс. Конечно. Вот кто-то пишет, что это в матерной форме, что... Тема эта замучила, а это очень важная тема, потому что... Убийство людей, которые не являются воинами, не держат в руках оружие и не защищают себя силой оружия, это, в общем-то, очень мерзкое дело. Какие бы эти люди ни были, они, в общем-то, не заслужили того, чтобы их убивать. Да, если, вы поймите, если их убили только для того, чтобы создать информационную бомбу, да, то это, ну, вот как в этой, в Бразилии, да, где там это... То это совершенно новый порядок, да, никто от него не застрахован, тогда получается. В сеть выложили видео провального запуска российской ракеты ЗРК С-300. Ты не видел? Нет, вот картинки только видел. Да, вот там картинки есть такие вот. Бух, 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 вот она здесь взлетает на метров на 100, а потом падает вниз. Так же, как взлетела. Вот, и там после... Ну, посмотрите, там в сети это есть, это неизвестно, когда снято. Ну, судя по времени года, снято сейчас. И там бабы какие-то, целая толпа, целый женский батальон там. Ну, не батальон, конечно, но человек 10, там точно есть отделение. Бегает крыльями машет, что-то хлопочет, бакета упала. Ну, вроде как никого не придавило, слава богу. Но это вот С-300 как раз продадут их иранцам. Так что, да. И люди пишут, совершенно не подумав. Вот мне... Если так у них взлетают все ракеты, миру бояться нечего. Как раз, когда так ракеты взлетают, нужно бояться очень сильно. Потому что, представьте себе, летит самолет где-то рядом с Англией, ракетоносец. И он такой же, как эта ракета. А у него на борту там 6 штук, как минимум, крылатых ракет. А в каждой этой крылатой ракете, как минимум, по одной боеголовке. А во многих там не моноблоки, а кассетные варианты. Поэтому тут мир должен, наоборот, трепетать со страшной силой. Потому что, если какая-то ракета, когда надо, не летит, то, поймите, значит, она может полететь тогда, когда не надо. Так мир устроен. То есть, если те, у кого там руки из жопы, извиняюсь, они собирают так, что ракета не может взлететь, то она взлетает всегда тогда, когда это не нужно. Поэтому миру, наоборот, нужно очень сильно опасаться именно вот этого. В первую очередь того, что сидит человек с особым складом ума, который может кнопку нажать. А второе, что может и человек не понадобиться с особым складом ума. Что кнопка сама собой нажмется. Вот что страшно. Я в переносном смысле говорю, что сама собой нажмется. Вот про запайкальские пожары тут у нас целая подборка. Да, вот солдаты тоже видео, солдаты ВЧ-26292 тушат пожар в Чите. Ты не видел? Это песня. Представляешь, солдаты целой толпой стоят и смотрят, как огонь подбирается к их части. Говорят, сейчас вот перевалится, и вот эта сухая трава загорится. Ну вот я представляю себя в роли командира этого подразделения. Да ну что, проще там вот инструмент. Есть лопаты, там все взял быстро, все вскопал, перекопал. И нет никаких проблем. Дошло до забора и все. От забора и до обеда. Как тот прапорщик, да. И все. Но они стоят, ничего не делают, пока огонь не пришел. А потом говорят, а что, а как его тушить? А ну видишь, вот надо там, говорит, елку, елка, и сейчас будем там что-то прибивать огонь. Ну бредятину. То есть полное отсутствие какого-нибудь разумного командования. Я так понимаю, что это на всех уровнях. Но если там сидит генерал армии, какая-то там чья-то дырка, да, и понятно, что будет в такой армии. Там даже елкой не смогут. Остались только те, кто выполняет инструкции. Как только мимо инструкции, они не знают, что делать. Вот и все. Вот вы и доиграли. Пишут говном, тушат. Так кто-то и делал, что там даже говном не тушат. Ладно бы, вот там какой-то инициативный солдат выкатил бы говновозку и затушил. Но нет вопроса, можно было поаплодировать ему. Но там, представляете, войсковая часть. Сухая трава на территории воинской части. Вот те, кто служил, вы меня слышите. Вот те, кто служил в советский период. Вы видели когда-нибудь траву на территории войсковой части, кроме покрашенной? Какая там трава, может быть, о чем речь? Там бардак, вообще жуткий. Там ты не видел, что-то, вот так. Земля, трава, бурьян, все поросло. Вообще жесть какая. Это армия вот этого Путина. Еще ее кто-то боится, эту армию. Ты можешь себе представить, где-то охренеть, если они траву-то вырвать не могут. Я извиняюсь, но просто это такая больная тема. Я вообще служил в стройбате. Ну, еще и там трава, что ли, у тебя была? Территория части, плац, это вообще святое. Не был, конечно, ничего. Просто сплошная забетонированная фигня. Чистая, абсолютно. Потому что, если она была грязной, по ней бы ползали до того момента, что пока она не стала бы чистой. Да это мы все проходили, так что. Вот пишешь, что Забайкаль сильнее других регионов, пострадала от пожаров. И что вот поймали какого-то подростка, который поджег Забайкаль. Ну да, какого-то 16-летнего подростка поймали. Вот следователи его допрашивают. А тут вот Крендель, который полпред Путина в Сибири по фамилии Рогожкин, он заявил о том, что это специально обученные оппозиционеры. Там бегают и поджигают. Специально обученные оппозиции. Да, да, хороший термин он ввел. Специально обученные это Сурков. В свое время, помнишь, сказану, что для этого есть специально обученные люди. И это так и пошло. Ну, а теперь видишь, как развить? Специально обученные оппозиции. Ну, надо про самого Рогожкина специально обученного рассказать. Потому что этот клоун, извиняюсь, это такой кадр еще тот. Он, я человек, который окончил бронетанковое училище. Я ничего против танкистов не имею. Я очень уважаю танкистов. Помнишь, как он? Я вообще, мы очень уважаем утконосов. Ну и у меня дед танкист был по Прохоровской. Воевал, поэтому я, в смысле, участвовал в сражении. Поэтому я преклоняюсь перед настоящими танкистами. А вот этот вот товарищ, он, значит, окончил училище танковое. Потом кончил эту академию бронетанкового хвоста. Академию генштаба. А потом оказался во внутренних войсках во времена Путина. И знаешь, чем он командовал? Вот этот вот Рогожкин. Ну, он командовал операцией на Дубровке. Да, да. Вот этот вот Рогожкин как раз освободил так замечательно людей на тот свет. От жизни. Да, а потом он командовал, и это уже оказалось мало. Это же подвиг он совершил. А потом он командовал операцией в Беслане. Вот почему по школе танк-то лупил. Когда нужно было брать это самое, при помощи Альфы. И когда Альфа пошла на штурм, то бомбили танком, который всех и убил этот танк. Вот этот танкист замечательный, который теперь говорит, что оппозиция сожгла там все на свете. Понимаешь? То есть он... Ну ладно. Про него хватит. Хватит. Слишком много чести. Да, специально обученный Рогожкин стрелять по школе в Беслане. Прокуратура заявила, что причиной пожара в библиотеке ИНИОН в Москве могла стать протекающая крыша. Протекающая крыша, я согласен, она причина всего здесь. Вот есть один крендель, у которого протекла крыша, и это причина всего. Остальное все следствие. Все остальное следствие. Они говорят, что там вода попала на какую-то лампу, лампа бабахнула. А снайпер промахнулся по паучку, и что там было? Да, да. Ну в общем, все как обычно в классическом произведении. И все сгорело. Странно, конечно, все это. Такой бред. Премьер-министр Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов от России в Совет директоров и ревизионную комиссию Роснано. Ну да, ну те же и Виксельберг, так их назовем. То есть, картина такая, да. Те же и Виксельберг. Тот же Чубайс замечательный. В общем, Роснано такой у нас. Я понимаю, почему они берут вот этих вот, там говорят, вот они там очередных жуликов пересаживают там с места на место или там туда-сюда. Понимаете, вот Путин, Медведев и все остальные, но не способные ни к чему люди. Им нужны как бы те, кто хоть что-то может, хоть что-нибудь, понимаешь? Ну а как так сложилось, что с ельцинских времен это в основном жулики. Жулики и воры. И поэтому, либо ничего не будет работать, либо они посадят жулика и вора, потом будут махать крыльями там, что что-то не получается, да. Вот почему вот, говорят, Володин там прижился, да. Вот это потому, что уникальная личность, талантливый человек, он может организовать работу при помощи дураков. Вот он умных не любит, никаких ни жуликов, ни воров, ему не надо. Он всех раскидит, только дураки. Он может на самом высоком уровне организовать работу при помощи дураков. Умный, наоборот, ему вредят и мешают. Он их странный. Да, но это в случае конвейера. А как только встречается ситуация не стандартная. Не стандартная, все, они прорвут, конечно. Да, завесат. Но там тоже есть система, так сказать, когда все постепенно выходит на него. Да, или приходит более умный дурак. Ну, как вот здесь, в городе Саратове произошло в свое время, да. Поэтому, конечно, вот спрашивают, почему они пользуются услугами там еще прежней ельцинской команды. А потому, что людей нет. Они молодых никак не могут вырастить. Потому, что, опять же, та же ситуация. Огромное количество дураков, которые не пускают молодежь умную и не пустят никогда. Огромное количество тех, кто сейчас уже сидит на самых теплых местах. И у них подрастает детки, подросли, внуки подросли. Конечно, они сидят на всех теплых местах. Поэтому то, что называется социальным лифтом, оно, конечно, не работает. И работать не будет никогда, пока они сидят, пока мы их не выкинем. А мне говорят, а вот если Володин заметит, а если Володин вообще один идиоты будут сидеть. Везде. И никуда. Вот начинаем, знаете, от этой, от местной администрации. От самого последнего клерка. Это будет самый умный сидеть. Вот самый последний клерк. А потом глупее, 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 глупее. И так вот до самого верха. Это вообще будет одни одни дураки конченые. Центробанк отозвал лицензии еще углов банков. Ну, а что, понятно, мы и говорили об этом. Вот будет продолжаться такая тема. Бесконечная история, так это назовем. Конечно, все же, активы банков очень нужны. Они говорят, вы там нарушили банкиры. Но понятно, что они все нарушают. У вас, у банкиров, там в вашем банке не хватает средств, если вдруг все придут эти вкладчики. Да это ни в одном банке не хватит средств, если все вкладчики придут. Хорошо в любом банке, если 10% есть. В Сбербанке говорят и 10%. Нет, судя по переписке этих представителей Сбербанка. 10% если придет, все, попа Сбербанку. Поэтому, понятно, что отжимают просто, отжимают бизнес. Тут вот по следам вчерашнего россиянка попросил Владимира Путина приказать мужу завести собаку. Вот уже есть ответ от мужа. Еще говорят про кого-то, что кто-то бредит. Да, вот насколько это бред, представляешь? Ну, расскажи в двух словах. Ну, вчера те, кто смотрели, видели, что главный вопрос был, что женщине муж собачку не разрешают. А муж полковник. Путин начал что-то глупо хохметь по поводу полковника, этих военных красивых, здоровенных, что-то какую-то шнягу там понес. А после этого сказал, что приказать не может, но вот вместе попросим и так далее. В общем, собачку разрешили. Ну, хорошо, Путин хоть собачку пристроил. Да, мне товарищ один сказал, что замечательный такой анекдот, ну, говорит, экспромт, говорит, хочешь экспромт после путинского выступления? Я говорю, хочу. Здравствуйте, Владимир Владимирович, это вам из Забайкалья или из Хакасии пишут или сообщают. У нас тут сгорело, ничего, никакой живности не осталось. Подарите мне собачку. Вот так и здесь. Навальный сегодня заявил об объединении с РПР Парнас и партии Прогресса. Ну да, ну чё же, они все на выборы рассчитывают. Они сейчас с гражданской инициативой объединились, с демократическим выбором, в общем-то, они таким кулаком пытаются. Ну, понятно, что Михаил Михайлович Касьянов, я имею в виду, при всём моём уважении, он почему-то очень боится в одиночку идти всегда. Вот ему нужна свита такая. Вот посмотрим, кто, интересно, у них в списке будет первый. Если Касьянов, то... А Навальный не может быть. Почему? Ему сейчас легко объединят. Ну, он же говорит, то у него же судимость. Он-то как раз не участвует. Ему-то как раз сейчас очень легко. А тогда всё, тогда это вообще бесперспективное занятие. Нет, ну, он участвует, но в смысле просто в списках его не будет, и всё. Ну, в списках его не будет, значит, он нигде не будет, понимаешь? И значит, это объединение совершенно пустое. Нет, если рассчитывать на бабушек, дедушек, которые не разбираются, то, конечно. Но если он, как он рассчитывает на свою аудиторию, на более-менее молодёжную, хотя бы часть её, то, я думаю, для них это не проблема, что Навального там нет. Ну, все и так знают, куда надо идти. Нет, конечно, это меньше, чем... Вот я могу тебе сказать, вот, была бы связка такая, вот, Навальный шёл бы первым, остальные там ниже, грубо говоря. Это был бы один результат, ну, грубо говоря, там, 10%. Вот, Навальный, вторым номером, первый Косянов, как я могу забиться, что это в два раза меньше, сразу, сразу будет в два раза меньше. Я могу, на что хочешь, пасты, исходишь... То есть, технология, я как технолог рассуду. Да, но Навальный же принёс с собой новую технологию, ты заметь, он принёс с собой новую технологию выборов, которая принесла ему вполне ощутимые возможности, да. В то время, когда против него не работала новая технология Вячеслав Викторович. Я же не продаю... А здесь же будут работать новые технологии Вячеслав Викторович. Я сейчас вам не Навального продаю, простите. Я понимаю. Да, я говорю о том, что он может принести в партию, в партию РПР Парнас. Ну, во-первых, технологии выборов, которые у них вообще не было. Да, согласен, согласен, согласен. Вот тут, да. Это абсолютно точно. И тут ещё у нас в этом списке всё-таки незримые присутствуют Немцов. Ну, безусловно, конечно. Он как бы... Есть. И я так понимаю, что это просто первый шаг для того, чтобы как раз создать некую точку притяжения, чтобы объединить других. Не, ну, это логично, что после смерти Немцова это должно быть на базе Парнаса. Ну, да. Такой гвоздь, на который всё, грубо говоря, сейчас будет вешаться. Да, ну, всё правильно. Если они ещё привлекут Прохорова, то, мне кажется, у них более-менее что-то уже начнёт получаться. Обвиняемый наоборот, ни в коем случае Прохорова не привлекал. Почему? Ну, у него есть средства, и всё-таки у него электоральные, по крайней мере, в крупных городах большинство будет. Не знаю, за Прохоров голосовали тогда, когда больше никого не было. А мы же не говорим, что Прохоров должен быть. Но его электорат у него есть, и он его вполне может с собой притащить туда. Ну, не знаю, может быть. Вопрос, действительно, кто будет в списке, кого будут выдвигать. Обвиняемый в убийстве Немцова надеется на лингвистическую экспертизу. Да, он... То есть? Ну, он дал показания признательные, они записаны. А сейчас практика идёт по такому пути, что всё остальное вообще не имеет значения. Вот если засунули в попу бутылку, и человек признался и подписал, ну всё, значит, он это и сделал. И в суде вот хоть он усрётся, ничего он не докажет. Никому. Вот ты дал признательные показания, подписал. Тебя там подвешивали, валенком били с дробью, там, я не знаю, пакет целлофановый надевали. Даже в сталинское время это не являлось бесспорным доказательством, понимаешь? Абсолютно. Должны были быть ещё другие доказательства. Каким путём добыто это уже не важно, но ещё другие доказательства. Пусть ещё 10 человек приходилось там подвешивать, чтобы они оговорили. Не вопрос. Но должны они были быть, потому что Вышинский разруливал, а у него система доказательств очень чёткая была. Он говорил о том, что признание, как царица доказательств, признание, что оно принимается во внимание, но оно не является ведущим доказательством. А здесь сейчас это ведущее доказательство, как говорил Вышинский, про капиталистическую судебную систему. Где вот она является, так сказать, основным доказательством. Ну вот к этому пришли. Причём у капиталистов от этого ушли уже давным-давно. Там надо ещё доказать. Помимо признательных показаний ещё что-то должно быть. А здесь нет. Я не говорю, что это... Теперь они должны, как, человек не может сам опровергнуть свои показания, только нужно, чтобы эксперт... Нет, он от них отказался, а суд не принимает этого внимания. Ну отказался, ну били тебя, ну терпи, какие проблемы-то. Вот, и главное теперь, вот, собираются они провести лингвистическую экспертизу, которая должна сказать, что следователи там нету, а следователи сами всё напечатали, он только подписывал. Но это тоже не имеет никакого значения, поскольку следователи со слов-то пишут любыми словами, какими хотят. Поэтому главное другое. У меня вопрос вот к товарищам, которые представляют Следственный комитет, ко всяким Бастрыкиным, Хирыкиным, ко всем остальным. Чё вы видеозапись-то не ведёте? Ну ладно, мы её не увидим, эту видеозапись, но вы-то сами хоть посмотрите на неё, посмотрите, что там творят товарищи. Ну повесьте в каждый кабинет и ведите, пусть при допросе ведётся видеозапись от начала и до конца. Чтоб всё было видно, чтобы вы, по крайней мере, сами могли понять, что происходит. Хотя я, конечно, знаю, что вы знаете, что происходит. Ну, по крайней мере, можно было бы некоторые вещи исключить. Не все те, которые вам выгодны, не исключишь, но хотя бы то, что даже вы считаете следственной ошибкой, чтобы можно было исключить. Почему не делают, я не знаю. Тут вот суд завершил следствие по делу Евгении Васильевой. И претензии Министерства обороны сняло в более 2,2 миллиарда. Отозвали бумажки на 2,2 миллиарда, а Маркин опроверг отказ, сказал, что от исковых требований не отреклись, да, не отозвали, а уточнили. Ну, то есть не 2,2, а там какие-то другие деньги. Адвокат говорит, да там те деньги, которые хотят получить, там что-то ерунда, арестованного имущества на это с лихвой хватает, так что отвалите и так далее. И вот 23-го там числа будет заседание, посмотрим сколько прокурор попросит. Не, у прокуратуры реальный срок, я думаю, будет просить, а вот что даст суд, это посмотрим. Ну, а ты, на твой взгляд, как? Чего ожидать-то? На амнистии, чего ожидать-то? Она же ветеран всех войн должна получить амнистию, чего ожидать-то? Ты же сам понимаешь, ты взрослый человек. Конечно, амнистию к 70-летию победы над фашизмом. Ну да. Женщина 12 лет получала завышенную пенсию. А вот женщина, которая 12 лет получала завышенную пенсию в Саратской области, в Александровгайском районе, может не проскочить, да, может и сесть. Вот, видишь, она же, ущерб страшный, 333 тысячи нанесла за вот 12 лет. Это государство только имеет право пенсии отбирать. Да, она там какую-то бумажечку подделала, что она получала не такую зарплату, а побольше, представляешь? Ну и закрыли бы глаза, что же вы такие ничтожные люди. Ну, копеечку она получила там лишнее, это же ужас вообще просто. И это представлено как зловещее преступление на крыше, во всех ресурсах взяли, повязали. И рядом, и рядом Васильева. Понимаешь, рядом она. Улыбающаяся Васильева, и вот эта старуха, понимаешь, из Александровгайского района. Две трети россиян высказались за возвращение смертной казни. Ну, хорошо, мы об этом говорили, пусть введут смертную казнь, мы власть когда заберем, нам, я говорю, проблем меньше. Потому что мы возьмем власть, нам что-то нужно делать с этими уродами. Ну, что их делать? К стенке ставить, конечно. А, представляешь, отменить мораторий на смертную казнь, это значит, себя подставить. Значит, скажут, ну, ё-о-о, там, мальца со всей своей шоблой, это же злодей, это же вообще, там, не знаю, это не люди, там, в этой Европе, там, и так далее. А здесь все нормально, они введут смертную казнь, мы придем их, пошлепаем всех, а потом отменим, скажем, не нужна нам смертная казнь, вообще все нормально. Ну, вычистим, люстрируем, как положено, не как на Украине, а как положено люстрировать у стенки. И все нормально. Он пишет, что вот, применять только, кто совершил там сексуальные преступления против несовершеннолетних. А, ну, это же с депутатами все нормально, как раз будет. Этот вот придурок, который про педофилов рассказывал, вот ему как раз... Детский амбус. Да, нет, вот там, в этой, в Думе. Статья вот сейчас появилась, как раз в связи с этим. В Омске задержали известного клоуна-педофила, да. Вот я одного клоуна-педофила знаю, он вчера его не задержали, он там в прямом эфире был, да. Но это, оказывается, другой есть еще клоун-педофил, которого четыре раза, он, вот, четвертое будет у него похождение. Четыре раза задерживали с поличным. Первый раз он что-то получил из прав работ, второй раз там что-то было амнистия, третий раз законодательство изменилось, его отпустили. Вот сейчас он четвертый раз попался. И вот когда тот придурок из Думы говорит о том, что отменят мораторий на смертную казнь, сразу казнят миллионы педофилов. Ты вначале, дурак, прими реальную какую-то статью в отношении педофилов, чтобы они по четыре раза-то, нет, сам, их не отпускали. А потом что-то еще говори про миллионы педофилов, которые... Ну вот, вот педофилы, Саратовцы дали 12,5 лет колонии за интимную переписку с 10-летней. Да, вот парадоксальная ситуация. Вот тебе педофилы как наказали, он там смс-ки слал, и он 12 лет. Здесь клоун-педофил расклевал мальчиков, а здесь девочке прислал смс-ку, ему дали 12,5 лет. А знаешь, почему? Почему? А потому что девочки. Вот если бы мальчику, ничего бы не было, понимаешь, ничего. Есть определенное лобби. Вот почему клоун-педофил? Потому что с мальчиками. Поэтому четыре раза можно это делать. И ничего не будет за это. А с девочками все. Если даже парень, которому там 18 лет, а его подруги 15, все его сажают в тюрьму. Даже они поженились, она беременна, мы это видели миллион раз. А вот клоун-педофил, который там мальчиков портит, все нормально. Ну вот тут тоже 13-летние подростки мальчика испортили, пообещав ему телефон. Да, 6-летнего мальчика изнасиловали 13-летние подростки, сняли все это на видео. И вот мне задают вопрос, что с такими детьми делать. Вы намереваетесь, когда придете к власти. Таких детей мы намереваемся воспитывать. Конечно, их нужно изымать из семьи, безусловно. Безусловно нужно изымать из семьи. Ну, были спецшколы в Советском Союзе. Я думаю, что восстанавливать их, безусловно, надо, но не такие, как при Советах. Были, потому что это была кузница кадров, мы знаем. Здесь она более должна быть коррекционной направленности, а не такой, не тюремной формы. В Уфе, в одной из квартир жилого дома, возник пожар в городе Кумертау. Приехавшие на место спасатели обнаружили в помещении тела пяти человек с ножевыми ранениями. Ну да, вот пять молодых людей убиты. И вот, конечно, те, кто их убил, они достойны смертной казни. Безусловно, но ведь получается такая ситуация, что, как правило, суд... Ну, не как правило, а часто суд приговаривает к смерти как раз не тех, кто убил. Вот такая парадоксальная ситуация. Поэтому, сейчас вот мы видим по Соединенным Штатам, когда стали разбирать все дела там 70-80-х годов, в связи с тем, что появился ряд биологических экспертиз, ну, по всяким частицам, там, ДНК и так далее. И оказалось, что, вот, смотри, сколько уже выпустили. Через день выпускают кого-то, кто сидел и 20-30, сколько хочешь лет. Поэтому, это очень все сложный вопрос. Вот сейчас... Ну, этих, конечно, найдут, кто убил пятерых, потому что дело имеет большую общественную значимость. Наверняка, это какие-то их знакомые. Так что, я думаю, что не проблема. Молодой человек пытался согреться у вечного огня и заснул. Да, в Питере и на Марсовом поле получил 85% ожогов. У него баллончик какой-то в кармане взорвался. Но, ты обрати внимание, интересно, ситуация у нас с вечными огнями. Помнишь, началось с чего вот тушение всех огней? В нескольких городах сразу же погасли вечные огни. Это вот... Летом будет два года как. И потом поехали. Потом начали эти... В вечных огнях кто-то начал гореть, они начали взрываться. Потом стали тухнуть вот эти факелы олимпийские. Тоже один бабахнул, взорвался. Там кто-то загорелся, ну, правда, без ожогов и так далее. Так что, что-то у нас с огнем как-то, не знаю... Как-то не все в порядке. Не как во всех странах мира. Да, конечно, огонь не опасен во всех странах мира. Но здесь он как-то ведет себя несколько иначе. Ну, продолжается обсуждение вчерашнего выступления Путина. И вот СМИ задается вопросом, чего ждать Донбассу после прямой линии Путина. Да вот, после прямой линии Путина ничего ждать не нужно. Путин сам не знает, чего ждать Донбассу. Вот, глядя на Путина в прямой линии, можно понять, что Путин не знает. Он и так-то никогда не был стратегом. Он действует тактически. А сейчас он даже тактически. Он не знает, что делать завтра. Он просто не знает. Все. Вот он сидит и доброго дедушку из себя играет. Почему? Ну, потому что, ну, а что ему еще остается делать? Он не знает. Он будет смотреть, как будут развиваться события. Что ему там будут подсказывать его сатрапы. Ну, вот события развиваются. Американские военные инструкторы прибывают в Украину для тренировки. Соответственно, национальной гвардии. Да, Песков сказал, что это прям страшное, пословещие преступление на крыше. Вот они будут 8 недель обучать представителей национальной гвардии. Три раза по 300 человек, я так понимаю. 8 недель там, ну, пишут, каким дисциплинам будут обучать. Я что-то не верю. Ты знаешь, 8 недель в Америке этот курс молодого бойца. Я думаю, вот они дадут то, что они дают молодому бойцу. И все, и не более того. То есть, вот то, что там написано, ну, будет, как какие-то азы этого. Это не, так сказать, не курс повышения квалификации. Это именно курс молодого бойца будет. Вот. Потом тут также вспомнили про тех британских военных, которые 35 инструкторов сейчас работают в Николаеве. Ну, там, я думаю, вот они, конечно, у них будет несколько другая, как бы сказать, программа. У британцев она всегда отличается от американцев. Надо сказать, я помню, у меня родственница одна, она жила в Америке и, ну, занималась пробежкой. Бегал очень, она как лось могла пробежать сколько хочешь. А я тоже в свое время бегал много и брал ее с собой. Мы гонялись по лесу, там, по полям. И поддерживал я форму и рассказывал. Какие-то, ну, когда особенно, если это вечером или вообще ночью бежишь. Ну, обычно, какие-то военные вещи вспоминаешь, рассказываешь какие-то, связанные с, ну, армейскими какими-то делами. Ну, и вот, представляешь, она там бегала и познакомилась со спецподразделением. Они тоже бегали по вечерам, по ночам, вот. И они, подразделение НАТО, которое должно изображать российскую армию, батальон. И вот командир батальон, там, что-то с ней познакомился. И она бежит, и на ходу, она хорошо говорит по-английски, все. И на ходу что-то ему рассказывает, он говорит, а ты это откуда знаешь? Она говорит, ну, что-то еще. А это откуда знаешь? Она говорит, да вот у меня братец, она мне, вот братец мне рассказал. И когда она много раз ему сказала такие вещи, которые у него вызвали колоссальное удивление, потому что он этого не знал, он говорит, он у тебя, наверное, полковник. Она говорит, да нет, сержант. Он говорит, что ж там полковники-то знают. впечатление какой российской армии было подводная лодка в россии едва не потопила британский траулер да ну тоже та ситуация про которую мы говорили который случается часто то есть рубка подводной лодки зацепила трал по первого тащил траулер 5 секунд если бы больше конечно мы бы про это не узнали мы бы узнали что просто траулер пропал без вести потом трава то оторвался и доблестные моряки приплыли все в общем вытряхнули штанов и все нормально ну что это да ну вот утверждать британцы что это был в их территориальных водах сейчас там происходит учения и мы говорили что могут быть провокации которые приведут к очень страшным последствиям представляешь идет подводная лодка у которой или ядерные ракеты или или хотя бы ядерные торпеды или ядерные ракеты выпускаемые из торпедных аппаратов да и вот она попадает в такую неловкую ситуацию с траулером она ведь могла попасть в такую ситуацию с боевым кораблем и вполне я допускаю что на нее кто-нибудь мог шандарахнуть мину противолодочную там или она могла попасть ну то есть зачем это делать я не понимаю зачем провоцирует в районе где проводится учение там совершенно нечего делать вот сейчас когда когда это не просто в советской в советский период когда по стрелушке там игра такая войнушку сейчас не игра в войну сейчас мир на грани третьей мировой войны сша примут ответные меры если россия не прекратить нарушать договора ракетах средней и меньшей дальности заявил помощник госсекретаря сша фрэнк роуз надо говорят что искандеров которые смешат они уже так сказать подход выбиваются своей категории подходят под ну под те которые запрещены договором о средней и меньшей дальности вот и ракет еще рубеж такая и раз 26 которые 6 тысяч километров наши заявляют что она летит а вот американцы готовы так сказать утверждать но это действительно так она и получилось потому что наши поражали цель на расстоянии 5000 километров что собственно соответствует ракете средней дальности которые запрещены и причем это описано в наших сми было с радостью что ура вот прильнули попали американцы нервничают ну и чё они могут сделать но я не знаю если симметричный ответ ну навряд ли скорее будет асимметричный какой-то ответ но симметрично отвечу же они сейчас ракет средней дальность начнут делать или моды зачем они нужны да но и каменный век это вернуться вернуться с того чего начали они будут двигаться дальше они же находятся в более выгодных условиях да вот американский флот испытал новый тип вооружения на будущих противников обрушат саранчу что это такое ну вот петр мне написал который профи он написал вячеслав вы опять все точно предсказали но как это возможно я не знаю возможно то что я предсказал или возможно это не буду это обсуждать вот он дал ссылочку и действительно мы видим что год назад мы говорили если ты помнишь что ты говорил какой будет будущее оружие много раз мы обращались я даже как-то читал будет уже ближе сюда читал выдержку из апокалипсиса святого иоанна где говорится про саранчу которых брони всякие там кони и так далее вот она саранча то есть мы говорили про микро дронов которые будут создавать рой и этот рой будет уже являться так сказать поражающим фактором сам рой вот потому что рой невозможно бороться можно там прибить одну пчелу тапкам но ты не прибьешь когда их тысячи вот они создали уже сейчас американцы создали вот это саранчу который может работать на базе флота на базе военно-воздушных сил на и схлопутных естественно то есть такие мини-дроны так что вот американцы наверное тогда офигелели да если не сказать по другому они нам подумали откуда этот хмырь знает про саранчу про нашу да потому что ну как бы они понятно что они ее не за один день сделали саранчу что тогда когда мы говорили это было у них супер сверх секретное оружие которое они готовили и вдруг мальцев об этом начал рассказывать у себя там в холм видео как некоторые называют ну да ну потому что мозг человеческих акт он может представить себе он имеет возможность абстрактно мыслить а поэтому может представить будущее на 100 лет а уж на год вперед ну вообще проблем нет никаких это саранча ответы я впервые понял правит саранчу это лет 30 назад наверно когда еще может раньше может до 35 на 15 лет вот читал откровение святого иоанна я понял что саранча это вот как раз это будут вот такие вот букашки роботы поэтому никаких проблем тут конечно нет особо предсказания не надо а вот почему наши представители так сказать военно-промышленного комплекса об этом не думали вот вопрос чему они такие идиоты ну и знали нет на это ответа просто идиоты и все внешняя политика больше на восточном направлении ведется неправильно заявила кандидат президенты польши от союз демократических левых сил магдалена огурек берают нам тот же автор пишет вы говорили что кандидат в президенты польши построит предвыборную кампанию на поддержке путина вот этот кандидат так с пафосом вот этот кандидат сидит огурек вот такой огурек такой огурек ну чё тут говорит но понятно что если взяли бабу ну девушку стать красивую женщину не вопрос из телесериалов и поставили ее в качестве кандидатов президента значит она говорит должна абсолютно противоположное тому что говорят все остальные ночь должно быть иррационально если говорят что надо там защищаться от россии она должна нагреть на душа нараспашку целовать путина и так далее так она должна построить компанию чтобы собрать голоса у нее же не стоит задача победить всех у нее стоит какая другая задача в общем набрать максимальное количество телеканал россии 24 сообщил что некоторые поляки предлагают нанести военные превентивный удар по территории россии я думаю что в каждой стране существует некие поляки которые предлагают что-то идиотское совершенно в любой стране не свой не ядерной державе нанести превентивный удар по ядерной державе поэтому конечно мы оставим на совести россии 24 но что в польши сложная ситуация это однозначно и вот так вот этот вариант с огурек он об этом говорит там есть и те и другие представляешь вот конфликт который затеял вову путин он раскалывает многие народы пополам ставишь он расколол россию на расколол украину он расколол белоруссию на расколол прибалтику теперь он раскалывает польшу и все вещи которые он вытворяет это вещи которые в конечном итоге мог привести мир к третьей мировой войне даже без того что он нажмет кнопку даже предположим он ее не нажмет мир может без него попасть в третью мировую войну потому что происходит вот эти расколы из-за того что вот уголе надо усидеть в своем кресле но это безумие зато вот пишет в мире растет избыток никеля да и активно помнишь была статейка о том что нужно вкладываться в никель совсем несколько недель может быть назад может быть чуть больше и мы тогда с тобой как засомневались и сказали что не надо что мы точно не будем вкладывать в никель но час оказывается растет избыток то есть вот эти вот заявления они о чем говорят о том что кто-то очень хорошо играть сейчас на никеле то есть когда все остальные что-то заняты нефтью да там кто-то выдернул бабки все и думают а почему вы на никель не сыграть да нормально у меня нам получается если вот он организует такие статьи есть организует на нее вот вещь потому что кто там знать избыток этого никеля или или его дефицита вот точно чего растет в мире избыток так так это избыток безграмотных редакторов новостей потому что опять же растет избыток ученые призвали не расширять каучуковые плантации в азии а мы не будем наверно расширять каучуковые плантации в азии ты как собираешься мы не будем я к чему вот хотел об этом а а вообще я я так понимаю что вот вот этот натуральный каучук он вообще где не использует колеса не делают я думал что я тоже наделал и все так думали ну правда я давно так думал как занимался жевачкой думал органе смеют как раз не из каучука ты человек как раз мужик пытался сделать каучук а у нее никак не прокатило но и сделал жвачку вот потому что она никак не вулканизировалась но не хотела она вулканизироваться да и он сделал жвачку американцы уж не помню как его а 30 процентов колес только делают из из натурального 70 процентов 30 процентов это из изопрена вот из который в результате крекинга получается представляешь то есть думал да это морозня вот представь себе вот есть господин путин там сеченым там с этими своими миллерами там и свои прочими там они будут называть и вот они воюют с каким-то гринписом там нагибают каких-то гринписовцев сажают в тюрьму не проще был бы им вот этим путинцам этим гринписом там прислать каких-то денежек и сказать вы посмотрите что творится ребята каучук этот вонючий всю страну азиатскую заполнил все там реки отравила вы тут вот смотрите совсем не туда и все и эти бы ребята и или существующие или может быть вдруг так сказать созданные или воссозданные проплачены и побежали бы бороться с этим каучуком и завтра был гораздо больше заказов на вот это изопреновый синтетический каучук на колеса потому что разница то нет никакой но видишь как бы у них нет мозгов на это они готовы взять этих гринписов посадить в тюрьму хотя их можно как своих всех можно использовать как своих друзей к сожалению тогда многие люди лишатся работы я так понимаю что это как раз в аграрных странах до производится и наверняка с рабским трудом детей ну там не совсем это так потому что все-таки производство каучука ну как бы оно такое само по себе да засеяли посадили они выросли здоровой штукой ну растут то они долго конечно потом это все надрезали стекло ну вот прошли за это а сейчас машину он придуга который собирают да там тоже сейчас стараются как можно меньше меминизировать все это хотя производство в любом случае каучука вредны как какой бы она ни была даже вот самое полезное но все равно будет я просто думаю кто лоббистом выступает как раз работ работ но понимаешь ситуация какая с другой стороны это делать на самом деле все равно богоугодное представь там о чем не говорили засрали все вокруг действительно в реке все это утекает потом писать вот эту рыбку которую там ловит в этих за странах извиняюсь реках и и продают здесь в российских универом этих универсам их рассказывает про то что это самое там чистая рыбка там какие-то пеленгасы и так далее а на самом деле поры как раз все отравлены от саудовский концерн сали купит контрольный пакет канадской компании cwb 70 это жирновая компания да я понял да то есть вот видишь это о чем мы говорим саудовская аравия вначале вкладывала в электронику стартапы а сейчас начала складывать продовольствие понятно почему потому что не собираются саудиты продолжать вот эту свистопляску там с нефтью не хотят они мы правильно делают то есть они решили что нужно расширять так скажем свое влияние на другие отрасли человеческого производства вот на сельское хозяйство в частности потому что у них как-то было вот нефть потом золото обязательно потом какие-то там структуры которые занимаются тяжелым машинами авиационной промышленности обчет ну то что а в чем они понимают да потом вот стартапы какие-то там электроника и так далее а сейчас вот сельское хозяйство и я думал что они в этом преуспеют и будут продолжать ориентироваться на сельское хозяйство сейчас наверно подсядут на вечную тему китайцев свою потому что единственный кто может сейчас отжать у китай но не отжать а в клинится больше никто уже не клинь а дальше уже будет понятно конфигурация в турции грозят превратить собор святой софии в мечеть в ответ на заявление папы франциска дураки чего вот в египте мы че он должен сделать вот он сказал про геноцид армян вот что с точки зрения этих турков да он должен сделать сказать нет нет я не да я не я во первых я этого не говорил во вторых геноцида армян не было в третьих был геноцид турок армянами ну что он должен сказать чтобы это изменилось за их мнение меня вот в данном случае интересует или он должен извиниться перед азербайджан перед турками которых оскорбили потому что их предки на самом деле не убивали армянских при вообще чушь как не могу тебе объяснить этих я могу другого другого не могу объяснить вот есть допустим в египте мечеть мухаммеда али да из которой сделали туристический объект действующими те мечеть туристический объект ну почему потому что понятно здесь страна которая живет за счет туризма и вот турции тоже живет за счет туризма очень большая часть и из туристического объекта хотят сделать мечеть это нему что это говорит маразм да причем в отместку папе римскому год отомстить о чем вообще они говорили начало че армян это молчат на армян должны сделать из всех там же есть каких-то у них эти мечети тоже да в армении зачем у них чё с головой все нормально зачем они должны идти идти тем желаем которым будут идиоты логично логично итальянская полиция арестовал 15 мигрантов мусульман как который как подозревает выбросили 12 христиан за борт судна перевозившего нелегалов в италию лишь тут все едут нелегалы на резиновых этих лодках сделанных и там отходов до контрацептивной промышленности и там еще и и выкидывают мало того что они тонут пачками уже сами по себе ткани еще и выкидывать бредят это какой-то антим мюнхенский синдром или вообще называется стокгольмска антистокгольмский до франции выделит 100 миллионов евро на борьбу с антисемитизмом с ассианизмом не собираются они выйдя вот хотя бы половину я не понимаю 1 резик вот как как они будут бороться при помощи денег с антисемитизм я вот это с парами там раздавать да а вот меня спросили вот как бороться при помощи день с антисемитизм я говорю наверно раздавать антисемитам там тэн 7 до на те штуку баксов вернее а тысячу евро народ 7 там нет именно антисемита по по принципу того что помнишь и это это я почему злой был потому что меня велосипед не было да вот теперь велосипед есть я там все зверушку куплю как почтальон печкин да ты антисемит на те штуку вот будь теперь нормальным добрым будь не злым на бред какой честное слово а вот потомки жертв холокоста подали в суд на железнодорожную кампанию французскую они говорят вот вы ваушвицам с бухенвальдом возили евреев давайте вот теперь с вами будем вы ерунда и еще там возникает да я же говорит уже всех можно судить за день бредятил и вообще то есть происходит происходит уже вот просто как какой-то излом уже действует просто юридические нюансы уже не законы несправедливость а какие-то то есть есть вас желание нажать и желать желание чужого как у нас здесь любят говорить да само по себе звучит хорошо да не жертва холокоста потомки жертву к потомки жертв холокоста да вот придумай себе холокост в веках да скажи ученые доказали до в лице академиков фомина что 12 тысяч лет назад евреи угнетали армяне и вы нам должны ну просто вообще наверное очень много венедиктов должен срочно продать свое радио эхо москвы вместе с леси рябцевой который считает ведущий это я сейчас посплетничаю можно давать ведущий журналист эхо москвы любимица главного редактора это саму доказывала этому шендеровичу в прямом эфире что в россии живет почти 8 миллионов человек это у них ведущий журналист это вообще какой-то позор не я да тут даже комментариев не шендерович молодец сказал и хорошо он как леся на самом деле гораздо больше но это вы потом посмотрите не прямом эфире ну хочу же она симпатичная женщина я тоже так ответил ей ну да но если не симпатичную то ответил бы еще не только более грустно более грустно не но я в я понимаю венедикта седина в эту в голову беда давай отвечать на вопрос у нас да да или или еще хочу вот рожерского коста уже потомков да вот давай там последний вот этот трейлер 7 эпизод звездных войн час обсуждается ты не посмотрел в общем ну забавно там в конце харрисон форд причем старый харрисон форд говорит вечно молодому чуи он говорит чуи мы дома такой вот да вот на самом деле конечно вот эта вот тема что мы дома она сейчас многих будоражит всех будоражит такая ностальгическая тема потому что как-то мир вырвался из какого-то дома то есть никто не ощущает себя дом поэтому стал наверняка станет наверняка крылатой фразой вот такие дела тут у меня спрашивают что где гарантия что вы не ляжете под масонов когда придете к власти но есть мы не легли под них пока не пришли к власти зачем же нам ложится под ним как под них когда мы придем это просто нелогично да где где логика то я в общем то очень люблю логику вопрос вячеслав и согласен что путин это гигантский мозг превосходящий солярий что его огромное сердце как сердце святой урсула развивается от любви к богу человечеству дмитрий карпов вы случайно не игорь кармишин так уж тут только игорь кармиша в моей жизни мог написать такое нет этот цитат по моему белковский сказал да это обычно я прям буквально вчера я обычно кармашин такие вещи говори это уже мем пошел да как он там этот даст солярий солярина я понял потому что это конечно такими вещами я говорю только у нас кармишин балуется вот читать книгу 6 миллионов потери найдем там доказывает что холокост выдумка и обман да не вопрос вообще вот для евреев принципиально 6 миллионов что погибло для есть другая категория граждан которые говорит что не было никакого холокост никто не погиб вообще было весело и да 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 вот вы что считаете что как бы вообще евреев никто не уничтожал не было расстрелов в киеве да не было уничтожение я про лагеря давать вот право от лагеря абстрагируемся потому что всегда привязываются к лагерям то есть не без этого этого этих самых захоронений которые откопала советская власть я доверяю советской власти да ну да какой есть есть протоколы потому советской власти выдумывать это было не нужно здесь евреи не руководили но по всей украине это было правильно это было в белоруссии так далее то есть это было сколько это было я не знаю да и какая разница для меня абсолютно не важно я не думаю что гитлер и гиммлер они были шутниками когда придумали там окончательное решение еврейского вопроса ну наверно они не шутили поэтому 6 миллионов ну пусть не было 6 миллионов а какая мне разница 6 их было три полтора не имеет вообще никакого значения я конечно понимаю что за вопросами холокоста сразу утонули другие вопрос что также а может быть еще и сильнее уничтожали цыган за 1 30 еще сильнее мы уже говорили об этом уничтожили проект никто не вспоминает но в чем это происходит ну потому что средства массовой информации в основном еврейский поэтому происходит поэтому вспоминают холокост если в средства массовой информации были цыганские вспоминали бы цыган логично да как вот это это как я ценю к россии приватизировала за день победы вот вот холокост приватизирует евреев хотя если бы они бились за всех было бы понятно да условно говоря но сказали вот столько-то цыган столько-то этих самых и так далее но получается что да куда не придешь какой мемориал получать что одни евреи погибли во вторую мировую войну многие народы понесли страшные потери мы знаем что вот допустим если говорить даже о нас о русских большинство здесь сидячих не знаю какой народ больше всего потерял людей вторую мировую войну на немцам китай а да мы говорим погибло и мы же не считают любого любого русского спроси каждый скажет что вот советские людей погибло больше всего это не так китайцы вообще то есть это вообще люди там 10 сорта вот лишь 2 мировая как по ранжиру расставил вот есть люди первого сорта евреи да там люди второго сорта там славяне тогда и китайцы который вообще там и так далее поэтому конечно многие вещи которые сейчас на фоне вот 70-летие победы начнут проявляться они будут взрывать мозг кое у кого да у нас уже третья мировая начинается мы еще итоге 2 не подвели непорядочек что вы сделаете с госкорпорацией когда придете к власти ну в тех так сказать госкорпорации в рамках которых существует какие частные пакет акции мы говорим мы национализируем чтобы в полном объеме все это было государством и установим общественный контроль на первое время чтобы всего что там вырабатывалось да ну вот возьмем пример газпрома допустим газпром что продает куда-то продает кому-то продает что-то у кого-то заказывает все это должно контролировать чтобы налево ни одна копеечка не уходил поэтому и контролируется должно ни в коем случае не друзьями путина и не друзьями президента а четко людьми которые для этого будут избраны прямым голосованием очень просто 12 человек вполне мы можем оплачивать из газпромских денег чтобы они контролировали что ничего никуда не уходило и ротация постоянная ротация таких людей все никаких вопросов это на первое время потом потом у нас систему как бы будет несколько другая но никогда она не будет предполагать что люди должны все поделить и разворовать два вопроса слова путин масон безусловно нас он конечно в журнале власть если вы увидите там была такая может погуглить не знаю найдете нет на обложке путина было написано 33 урока путина и все эти уроки которые описаны они соответствуют масонскому посвящению то есть таким образом было сообщено ну людям которые не при делах что он высший градус посвящения получил понятно почему потому что руководит россией говорили о его масонстве что он там как бы не очень при делах что вы делаете чтобы прийти к власти я делаю все что считаю нужным поскольку мы думаем что мир не совсем логично не совсем рационален поэтому многие наши действия которые мы делаем они рассматриваются всеми остальными как просто некие действия мы рассматриваем как путь но посмотрим кто окажется прав я же не обязательно прав там на 150 процентов я в пути я двигаюсь как и бегущий по волнам да я бегу я спешу как от получится посмотрим как вы считаете пожары забакали это очень не переселение народа с проданных китаю территории ну да мы говорили об этом но не не в частности об этом о том что вполне возможно что там как провокации связаны с китаем вполне возможно что провокации эти организованы спецслужбами определенными так скажем поэтому тот кто это делает он знает зачем это делает или по крайней мере думает что знает зачем это делать то что это согласованное действие это однозначно но представь что сколько надо найти дураков чтобы они там сто тысяч пожаров устроили одновременно причем многие уже знаю что все горит идут и поджигают снова ну навряд ли такое возможно тут были ссылки на то что некоторые не в себе там люди вот узнали про пожар и пошли тоже поджигать таких все равно не очень много тем более вы знаете что сибирь и забайкали так та часть она не сильно заселена то поэтому там людей то мало дураков то еще меньше поэтому поджигать столько и не найдешь дураков слава китай потерял 7 миллионов гражданской асср 15 миллионов военных 4 миллиона с 9 миллионов до этого на google или китай заявляет о потере 50 миллионов человек если вы знали настоящий момент а специалисты подтверждают потерю 37 миллионов в китае кто занимался этими вопросами так что не все что там можно прогуглить соответствует действительности же вы же наверно википедии сейчас от вопрос вопрос в полный рост стоит китай сейчас заявляет очень серьезные претензии в связи с этим 7 миллионов граждан википедии очень хороший инструмент но если вы не пытаетесь выяснить что-нибудь важное для евреев ладно хорошо до свидания до свидания